Здравствуйте, я Байя Че, доктор натуропатии. И сегодня я вам расскажу о своем взгляде на постное меню. Точнее, о тех ошибках, которые совершают люди при составлении постного рациона. Пост сам по себе – это дело хорошее. У народа есть свои традиции, связанные с временным воздержанием от пищи животного происхождения и в общем и целом с периодами, когда рацион существенно облегчается. Само по себе это мероприятие, оно очень здравое, оно очень здоровое. Если мы рассматриваем человека как существо, питающееся, то происходит это изо дня в день, с утра и до вечера. Как правило, это несколько раз в день. На протяжении всей своей жизни человек принимает пищу. То есть его внутренний завод по переработке пищи, пищевой конвейер, работает практически без устали. И только ночь отводится нам для отдохновения от процессов пищеварения. И вот тогда уже включаются на полную мощь процессы очищения в организме. Поэтому о человеческом организме говорят как о самовосстанавливающейся и саморегулирующей системе. Это верно. У нас есть день для пищеварения, у нас есть ночь для очищения и отдохновения от этих трудов. Но есть одно большое но. Учитывая, что современные люди питаются очень изобильно. В основном у людей всегда есть средства для того, чтобы покупать себе еду самую разную. И на фоне того, что есть средства для покупки еды, есть еда абсолютно любая на прилавках магазинов. И на фоне того, что тема еды у нас вообще очень сильно культивируется сейчас в нашем обществе, на фоне всего этого происходит банальное переедание. То есть человек ест, современный человек, ест явно больше тех возможностей, которые у него есть. И как следствие, его пищеварительная система сильно устает. Это такое уставшее пищеварение. Поэтому те или иные органы пищеварения могут давать сбой. Это и гастрит, и панкреатит, и холецистит, и колит. И еще самые разные заболевания, которые касаются ЖКТ. Так вот, сам по себе пост, как отдых для пищеварительной системы, это в принципе хорошая идея. И она, конечно же, родилась неспроста. Явно есть все основания для того, чтобы периодически устраивать себе пост. То есть более легкое питание. Но вот здесь встает одно большое «но». И именно это и побудило меня записать это видео об ошибках людей, которые составляют себе постное меню. Это «но» заключается в следующем. Когда люди убирают из своего ежедневного употребления такие привычные продукты животного происхождения, как мясо, рыба, яйца, творог и другие животные продукты, и, конечно, такое ущемление себя в питании, ну, ущемление по сравнению с привычной, да, ежедневной пищей. Первое время человеку кажется, что он голодает, что ему действительно чего-то не хватает такого существенного, что его сопровождало в его ежедневном формате. Это неудивительно, потому что, да, действительно, животная пища, она дает очень долгое и плотное насыщение. И это действительно так, потому что для расщепления животной пищи требуется довольно много времени. Несколько часов в желудке, потом еще несколько часов в кишечнике. В итоге животная пища в желудочно-кишечном тракте может находиться там до суток и более е. И еще большой вопрос, как она при этом усваивается и расщепляется у разных людей, потому что у разных людей есть разные возможности для переваривания животной пищи. И еще нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что очень часто люди употребляют животную пищу в неправильном сочетании. Но это тема отдельного видео. Так вот, когда человек убирает животную пищу, ему кажется, что ему чего-то не хватает, что он не наедается, и у него возникает желание возместить вот этот недостаток насыщения большим количеством вареной приготовленной еды, такой как мучное, всевозможные каши, супы, выпечка без животных продуктов, хлеб и так далее, и так далее. Или картофель, макароны, в общем, все, что имеет отношение к крахмалистой еде. Любая растительная пища, любая растительная, вот абсолютно, с чем бы она ни была связана, с овощами или злаками, если она прошла термическую обработку, она превращается в крахмалы. И когда человек злоупотребляет во время поста этими крахмалами, даже при отсутствии животной пищи, казалось бы, что пришел пост, и пришло время облегчения, но по факту этого не получается. По факту у людей питание изобилует крахмалистой пищей, и это создает в желудочно-хищечном тракте нагрузку, которая, в принципе, не особо-то и отличается от той нагрузки, которую она испытывала, когда человек употреблял животную пищу. Поэтому вместо того, чтобы получить желаемое облегчение и оздоровление, в конце концов, очень часто человек начинает испытывать тяжесть, вздутие, мало энергии. А когда у человека мало энергии, он думает, что это из-за того, что он не ест сейчас мясо или другую животную пищу. И он начинает еще больше есть крахмалистой еды, чтобы восполнить эту энергию. А на самом деле энергия берется не оттуда. Энергия как раз берется из высвобождения той энергии, которая направлена на пищеварение. То есть, другими словами, чем больше организм затрачивает энергии на пищеварение, тем меньше энергии человеку остается для его деятельности. То есть для деятельности, которая не связана с пищеварением. То есть его обычная жизнедеятельность, его работа, его ежедневные какие-то обязанности, спорт, возможно, творчество и так далее. И человек думает, что пришел пост, значит, он теряет энергию именно потому, что он не ест животную пищу. А оказывается, дело в другом. Так вот, я в сегодняшнем видео хотела бы обратить внимание всех, кто постится, на то, что отсутствие животной пищи, это не означает, что вы теряете что-то очень-очень важное. И это важное нужно чем-то восполнять. Как раз наоборот, как раз пост дается для того, чтобы человек начал привыкать к состоянию полупустого живота. Даже сама философия поста, она и направлена как раз на то, чтобы человек какое-то время пожил в аскезе. Причем эта аскеза, она касается не только питания. Не надо стремиться к тому, чтобы восполнить отсутствие животной пищи большим количеством термически приготовленной растительной пищи. А нужно в первую очередь подумать о том, чтобы дать своему животу больше легкости. На самом деле ощущение легкого голода или так называемого полупустой живот, он кажется непривычным, дискомфортным, раздражающим и даже в какой-то степени опасным, да, кажется человеку. И ему кажется, что он голодает и что это может привести к каким-то нехорошим последствиям. На самом деле это временно. И проходит буквально какой-то небольшой промежуток времени, ну скажем, там неделя. И человек начинает привыкать к этому ощущению полупустого живота. И он даже начинает чувствовать свои прелести. Прелести от того, что у него появляется больше легкости, больше энергии. И вот именно появление этой энергии он начинает чувствовать тогда, когда перестаёт забивать свой ЖКТ крахмалистой едой. Возникает вопрос, чем же тогда всё-таки наполнять свой пищеварительный конвейер, чтобы это действительно была какая-то еда? Ответ очень простой. Во-первых, его нужно, нужно себя наполнять сырой растительной пищей. Многие люди совершенно забывают о том, что сырая растительная пища является очень естественной, видовой для человека. Но это на самом деле так и есть. Сырая растительная пища, такая как фрукты, ягоды, зелень, плоды, овощи, является очень простой, понятной для расщепления. Она очень быстро усваивается. Она совершенно не нагружает пищеварительную систему. Лишь в очень-очень маленьком проценте она заставляет работать желудочно-кишечный тракт. Но по большому счёту сырая растительная пища представляет из себя сок и клетчатку. Всё, что делает организм человека для своего питания, это он забирает себе сок. А вот всё, что касается клетчатки, с этим уже разбираются бактерии. И бактерии, перерабатывая клетчатку, дают нам нужное количество энергии, аминокислот, витаминов и так далее. То есть всё это могут поставлять нам бактерии, но при условии, если у человека в кишечнике здоровых бактерий больше, чем патогенных. Так вот, употребляя сырую растительную пищу, мы обеспечиваем себе больше питания для здоровых бактерий. И, соответственно, мы способствуем их размножению и очищению кишечника от патогенной микрофлоры. Это первый момент, то есть не забывать про сырую растительную пищу и ставить её по главу угла. То есть больше внимания уделять всё-таки сырой растительной пище, а термически приготовленной уделять внимание меньше и чтобы её процент варёной растительной пищи был меньше, чем процент сырой растительной пищи. И вот тогда ваш пост будет действительно по-настоящему полноценным периодом для отдохновения пищеварительной системы. Ну и будет закрывать другие задачи, собственно, и вопросы, на которые он и рассчитан, пост. Второй момент связан с питанием, которое мы, современные натуропаты, называем многофункциональным питанием. Хотелось бы объяснить, что это такое. Я думаю, далеко не все знают, что скрывается под этим словом многофункциональное питание. Я знаю, что есть жёсткие условия для поста, когда вообще исключается вся животная пища и даже намёки на неё, вплоть до жиров. Но есть периоды, когда разрешается есть сливочное масло, разрешается есть какие-то молочные продукты. Кроме того, мы имеем ещё и группы людей, которым нельзя просто входить в условия жёсткого поста. Из-за возраста, возможно, из-за различных заболеваний, каких-то состояний особенных, может быть, эмоциональных. Люди, находящиеся в ослабленном состоянии, далеко не все и не всегда придерживаются каких-то жёстких рамок поста. Они соблюдают облегчённое питание, но оно может немножко отличаться от стопроцентного поста, который идёт с соблюдением всех правил. Так вот, многофункциональное питание как раз имеет отношение к тем людям, которым разрешено употребление пищи, имеющей отношение к животным. Но это не мясо, то есть это не плоть животного. Под плотью животного мы понимаем непосредственно мясо. Это то, что надо кусать, пережёвывать и разжёвывать. Многофункциональное питание – это белковая смесь. Сухая белковая композитная смесь, которая изготовлена на основе молочной сыворотки. Заметьте, не на основе молока, в котором содержится козеин, и это белок, который трудно усваивается в человеческом организме. Но это сывороточный белок, это концентрат сывороточного белка. А сыворотка – это продукт, который уже прошёл процесс ферментации. Любые продукты, которые прошли процесс ферментации, усваиваются у нас в желудочно-кишечном тракте в разы легче и практически без побочных эффектов и без загрязнений. Белковая смесь, которая представляет из себя белый порошок – это продукт, который мы просто либо разводим в воде и делаем коктейль из этого продукта, либо добавляем его в любое блюдо, скажем, в кашу или в суп. Что даёт употребление такого многофункционального питания? Это даёт очень многое. Несмотря на отсутствие мяса или рыбы как такового в питании человека, с многофункциональным питанием человек получает всю норму, суточную норму белков, жиров и углеводов. И это уводит его из поля дефицитов, которого многие боятся, заходя на пост. Не секрет, что многие люди, входя в пост, переживают за то, что как бы у них не упал гемоглобин, как бы у них не наступило какое-то дефицитное состояние пламинокислотом. Все же заботятся о своём теле, о том, чтобы было в достаточном количестве строительного материала. Так вот, одна порция многофункционального питания, которая по сути всего лишь от двух до четырёх столовых ложек, как раз и содержит вот тот комплекс белков, жиров и углеводов и аминокислот, которые получаются из этого количества белка, которые позволяют человеку вообще не чувствовать себя ущербным, не только во время поста, но даже и в своей дальнейшей жизни, если он существенно ограничит мясо или даже вовсе его уберёт, как многие сейчас хотят уйти от мяса, чтобы приблизиться к викторианскому питанию. Вот в такой обычной жизни, употребляя многофункциональное питание, человек уходит из дефицитов. Чем хорошо многофункциональное питание? Тем, что организм не тратит практически вообще никаких усилий и не требуется много ферментов для расщепления этого продукта, потому что он уже практически готов к усвоению. Это продукт, который переработан и который подготовлен к почти моментальному усвоению. Не случайно этот продукт поставляется во многие стационары на территории нашей страны для людей, которые ослаблены и которым нужно полноценное питание, но то, которое бы не нагружало их пищеварительную систему. Даже само название этого продукта, многофункциональное питание, говорит само за себя. То есть это питание выполняет очень много функций. Посмотрите, пожалуйста, на экран сейчас и взгляните, как много положительных моментов человек получает для своего здоровья и для своего самочувствия, когда он начинает употреблять дневную порцию многофункционального питания, даже при том, что в его питании отсутствуют продукты животного происхождения. Это очень внушительный список. И согласитесь, если всё, что заявлено в этом списке, эти результаты, те, что получает человек при регулярном употреблении многофункционального питания, это очень хорошие результаты для нас, для современных людей, которые постоянно находятся в поиске еды чистой и здоровой. Я думаю, со мной многие согласятся, что мы живём в такое время, когда найти чистую еду, экологически чистую, без загрязнений, стало довольно трудно. А здесь, когда мы берём альтернативную еду под названием многофункциональное питание, мы как раз и получаем тот самый чистый продукт, который мы везде ищем, но далеко не всегда находим. Я очень советую вам обратить внимание на этот продукт, потому что это продукт нового поколения. Когда за производством продукта стоит широко известное, такое статусное наименование производителя, когда продукт изготавливается по ГОСТу, когда он официально подтверждёнными документами прошёл все необходимые клинические испытания, то нам ничего другого не остаётся, как просто доверять этому продукту. Итак, время поста – это вовсе не ущербное время. И что если знать, как правильно организовать своё питание во время поста, то можно не только не получать каких-то дефицитов, дефицитных состояний по питательным веществам, но даже и наоборот использовать это время для того, чтобы очень сильно поправить своё здоровье, улучшить своё самочувствие и заложить себе базу для дальнейшего здорового питания. Желаю всем и во время поста, и в обычной жизни питаться здоровым и лёгким образом.